Воспитание в древнем Израиле 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 главой дома, и он руководил не только божественным и духовным состоянием в своей семье, но все дела, которые были в доме, он управлял ими. И интересный момент, каждый раз, когда обетования Господни происходили, когда они исполнялись, когда Авраам хотел увековечить то, что сказал Господь, и он ставил жертвенник, и таким образом передавал то самое прошение Господа из поколения в поколение. О жертвеннике, о жертвоприношении, о поклонении Богу Авраама. Я всегда вспоминаю об этом, когда мы делаем утреннюю и вечернюю молитву в семье, особенно вечернюю, и мне родители говорят о том, что Авраам собирал большой-большой стан, и все приходили в одно время, а вас 5 человек или 4 человека, и мы никак не можем собрать, чтобы вовремя, не поздно, совершить вечернюю молитву. И я вспоминаю постоянно этот пример Авраама, и действительно, когда задумываешься, у него было много людей встанет, и все они собирались на вечернюю жертву, так описывали Дух Пророчества, и молились вместе, совершали поклонение Господу. Пример для нас. Какой образ жизни вели патриархи? Далее приводит пример, что они верою жили, и жили они не только верою в то, что когда-то произойдет изменение их жизни, но они шли туда, куда говорил Господь, не зная, что их ждет впереди. И интересно, что они жили в шатрах, а что интересное жизни в шатрах, его можно в любой момент собрать и уйти, и переехать. И вот Авраам, живя так, он передал и своим детям такой образ жизни, потому что стих нам пишет, что он знал, что есть город, который должен быть основанием, которым художником которого и строителем является сам Господь, сам Бог. То есть он знал, что он пришелец на этой земле, и что придет время, ему нужно будет оставить эту землю и вернуться к Господу. Поэтому он жил вот таким образом жизни. И чем они занимались, живя на этой земле? Написано, что один из его сыновей стал искусственным звероловом, а другой занимался земледелием, сельским хозяйством, так скажем. В этом уроке воспитания Древнего Израиля мы коснемся несколько поколений и нескольких этапов пути израильтян. И мы сейчас говорили о патриархах. Переходим к истории народа израильского в пустыне. Вопрос, который так и называется, воспитание в пустыне. И вопрос прошел следующий. Как Господь управлял воспитанием Израиля в пустыне, когда уже их было немножко больше, чем во время Авраама? Дело в том, что израильский народ долгое время прожил в Египте. Они были рабами, и образ жизни, который был у них там, был очень поработительным, можно так сказать. Они были очень подавлены духом, им было сложно. И поэтому Господь подкреплял их в любых действиях, которые были там. Потому что стихи из Исаии говорят, во всякой скорби их не оставлял их Господь. То есть Он был всегда с ними и своей рукой ими руководил. И главный пример — это манна. Каждый день была дана манна израильскому народу. И такое огромное количество людей было напитано без, так скажем, их усилия. Без усилий, да. Да. Другое дело, что они обязательно должны были быть воспитаны в духе того, что они должны были как духовно размышлять, как духовно развиваться, так и физически. И это передавалось от отца к своему сыну. То есть они знали, что каждый ребёнок должен был помогать своей семье заниматься определённым делом. Те, кто был постарше, они помогали своим родителям расставлять шатры. Те, кто помладше, собирали хворост, допустим, для костра. То есть у каждого было задание, своё занятие. И это воспитание сопровождалось тем, что в это время родители говорили о законе Божьем, что очень интересно. И пример для нас. Когда мы делаем повседневную свою работу, мы можем передавать тем, кто рядом с нами, тот завет, который оставил нам Господь, те повеления, которые были даны. И это самое воспитание, оно помогло израильскому народу понять, что Господь заботится о них, и Он всегда рядом с ними. Да, в тех условиях, которые они находили в пустыне, действительно, они очень зависимы были от Господа. И даже в такой ситуации они каким-то образом иногда умудрялись идти против Господа, понимая, что они без Бога погибнут тут же, они лицом к лицу, с опасностью в пустыне. Там, если не нападет на тебя кто-то, то ты просто от жары и голода умрёшь, потому что там я от жажда. Но Господь не просто так, как ты сказал, их поместил в такие условия, чтобы преподать им определенные уроки и воспитать в них доверие. Да, и ещё очень важно, таким образом, когда они вот работали, трудились, делали это, ну то есть сами, они воспитывались аккуратностью и вниманием в порядке. То есть Господь хотел, чтобы они научились этому именно в пустыне, потому что то египетское, которое оставалось в них, оно должно было постепенно исчезать. Да. Третий вопрос. Божий план для Израиля. С какой целью Бог поселил Израиль в Ханаане? Хананская земля, она была обетованной израильскому народу, и они знали всегда, что они стремятся попасть именно туда. Но для чего они должны были это сделать? Господь избрал их для того, чтобы они стали светом тем людям, которые были вокруг них. Господь их избрал для того, чтобы они были особым народом. Они знали его законы, они знали обетование Господне, они знали порядок определенный. И они должны были показать это всем тем, которые окружали их. И очень важно, что они должны были показать. Они должны были при помощи проповедования пророчеств или чтения этих пророчеств, должны были указать всем людям на Христа. Они должны были раскрыть то, что должен совершить Христос. Что он должен прийти и дать жизнь тем, которые не имеют ее, к сожалению. Я задумывался о том, почему именно Ханаан? И если смотреть на карту... Кстати, как ты думаешь, почему именно Ханаан? Он находится в центре мира практически. Да, то есть там было пересечение цивилизаций. Была одна цивилизация египетская, там чуть выше другая и так далее. Более северные цивилизации. И как бы они, когда путешествовали друг к другу, вели какую-то торговлю, обмен чем-то, они как раз вот через эту землю все переходили. Там порты или сухопутные через эти места и так далее. И народ израильский должен был быть там, вот этим маяком, светильником, чтобы эти люди восхищались, что есть где-то место на этой планете, где люди чтут Бога и ведут совсем другой образ жизни. Да, примечание говорит, что они должны были стать могущественным щитом против растления этого мира. То есть они должны были сдерживать то идолопоклонство, которое находилось вокруг них. Преуспели ли израильтяне в осуществлении этого плана? К сожалению, как собственно людям, все хорошее, но со временем забывается. И написано, что в истории описывает, что при Иисусе Навине, их руководители, и при многих старейшинах, израильский народ придерживался завета Господнего, они придерживались тех законов, которые были даны Моисею на горе Синай. Но, к сожалению, следующий род, он был незнаком с обетованиями Господними, он не в полной мере знал закон Божий, и поэтому они не смогли, к сожалению, соблюсти то, что было заповедано Господом. И они не совершили то, что сказал Господь им совершить. Господь сказал, что они должны были изгнать всех, все народы, уничтожить все народы, которые были там, потому что они являлись идолопоклонниками. Но, к сожалению, они заключили с ними союз, и то воспитание, которое происходило дальше, оно привело, к сожалению, только к пренебрежению к Божьему закону, и поэтому следующие роды только частично, они совершенно исполняли закон Божий, тем самым огорчали Господа. И написано, что они раздражали даже Господа таким своим поведением. И поэтому их отход был вот таким образом. Да. Тем не менее, израильский народ продолжал быть народом Божьим. Избранным. Избранным народом Божьим. Они поселились в этой земле. Да, они, может быть, не справились полностью с той миссией, которую им предназначил Господь, но какое-то время они еще существовали как избранный народ Божий, и были группы людей, или иногда, может быть, только личности некоторые отдельные, которые все-таки поддерживали вот этот образ жизни, который Господь хотел видеть в своем народе. И четвертый вопрос затрагивает одну из таких попыток сохранить молодежь и вообще людей в тех ценностях, которые им привил Господь, и которые желает видеть в них Господь. Из упоминания о существовании школ пророков. Чему мы можем научиться об их природе и деятельности? В данном вопросе упомянуты две такие школы, или две такие организации. Одна при Давиде, при Сауле и Давиде, а другая при пророке Елисеи. И написано, что в этих школах старались людям, молодым юношам привить определенные знания, определенное воспитание, которое могло бы помочь всему народу, потому что они должны были стать учителями. Учили этих юношей, естественно, люди, которые имели очень тесную связь с Господом. Одним из них был пророк Елисей, также это был Самуил, который постоянно наставлял народ в том, чтобы они не отходили от заповедей Господа. И они должны были уберечь юношество от ошибок, которые они могли бы допустить в своей жизни, от удалопоклонства, от разврата. И это должно было дать процвет нации. Интересно, что они не просто ходили в эти школы, а у них были определенные занятия. Первое, это было, естественно, изучение закона Божьего. Затем они изучали то, что было дано по велению Моисея относительно административных вопросов и так далее. Также они изучали священную историю, что помогало им, посмотрев на образцы прошлого, а не допустить ошибок в своей жизни. И, естественно, они изучали поэзию и музыку, что развивало их, наверное, творчество. Творческие потребности их и окружающих. Да. И, наверное, это их духовно возвышало, потому что это были, наверняка, торжественные псалмы, которые были. Я уверен, что это были духовные псалмы, но это и неудивительно, что им это необходимо было, обучение этому и практика псалмов и поэзии, потому что человек, когда он вдохновлен или когда он испытывает какие-то эмоции, бывают даже печальные, необязательно радостные, то он это выражает, как правило, в песнях, в поэзии, в каком-то вот таком способе выражения мыслей необычным. И чтобы это было правильно, чтобы это не выходило за рамки, их и этому обучали, прививали правильный вкус. Да. И очень важно в этом вопросе подмечается, что все эти юноши, они изучали пророчество о Христе, опять же упоминается, что именно это был их долг. Увидеть те события, которые должны были показать на ангца, который должен был прийти и избавить всё человечество от греха, возвратить человечество к тому первоначальному закону Господа и его первоначальной задумке, так скажем, относительно людей. Поэтому это было очень важно, нахождение в Израиле таких школ, таких образований. Какому труду обучался Иисус Христос, когда пребывал на этой земле, и что можно сказать об учениках школ пророков в контексте этого? А вот здесь затрагивается очень интересный вопрос относительно именно того, что должны были делать юноши дома. То есть все родители должны были обязательно научить своих детей к какому-либо ремеслу. Пусть это будет плотничество, или это будет обработка какого-то металла, или это будет ремесло в приготовлении корзин или палаток. Интересный момент, здесь написано, что тот, кто не обучал своих детей какому-либо полезному делу, он считался преступником в израильском народе. Интересно. А Христос, он занимался плотничеством, он помогал своему отцу обрабатывать дерево, и именно в этот момент он научился трудолюбию, он учился терпению, и так же, как и остальные дети, он был в израильском народе именно в этом воспитании, в этом научен, в этом воспитан. Да, то есть какая-то база богобоязненным семьям передалась, аж до поколения Иисуса Христа, и вот богобоязненные родители пытались, по примеру, как им показывали их предки, воспитывать своих детей. Да. Пятый вопрос, благородные примеры. Как Бог вознаградил честность и веру Иосифа после того, как он перенес великие испытания, и какую он имел подготовку? История Иосифа всегда меня удивляла. Этот молодой человек, на жизнь которого обрушилось столько трудностей, столько испытаний. О, да. Родные братья его продали в арабство. Он вынужден был заниматься самой низкой работой, как раб. Его предавали, находясь там уже в Египте, его предавали. Он вынужден был находиться в тюремном заключении. И несмотря на всё это, то воспитание, которое он получил дома, те добрые качества, которые воспитаны были в нём, они помогли ему выжить, даже несмотря на эти трудности. И написано, что Господь вознаградил его честность, его энергичность, его жизнерадостность, его целомудрие. Он вознаградил тем, что Иосиф стал вторым человеком в Египетском царстве, в одной из величайших цивилизаций этого мира. И он был человеком вторым в этом царстве, так скажем. Написано, что никто без тебя не двинет ни рукой своей, ни ногой своей в этой земле. То есть этот человек не стремился к почести и славе. Но для того, чтобы показать, что те, кто с Господом, они вознаграждены уже даже в этом мире, Господь возвёл его даже до такой славы, до такого положения. Ведь важно было то воспитание, которое он получил в детстве. Потому что он довольно юным попал в Египет. И в таком возрасте, как правило, подвержены влиянию юноши и девушки. Очень сложно устоять, когда столько испытаний на твоей, так скажем, доле. Да, и именно вот та база, которую заложили родители, она ему помогла. Пункт Б. Расскажите о происхождении Даниила и как жизнь Даниила раскрывает пользу благочестивого воспитания. А вот в истории Даниила немного другая сторона раскрыта. Этот человек был из царского рода. И по словам Новохданасора, так как он попросил собрать самых лучших, то мы видим, что Даниил, он был без какого-либо недостатка, как физического, так и умственного. Потому что он был понятливым, разумным, смышлённым. И его избрали для того, чтобы он совершал определённую функцию в Вавилонском царстве. И мы видим, что несмотря на славу, которая у него была, он тоже занимал довольно высокий пост, он, несмотря на то, что у него была власть, это не дало ему возможности возвеличиться и быть эгоистичным человеком. Но забота о людях доказала, что он был верным принципом своего раннего воспитания. И он остался верным тому, чьим представителем он был на этой земле. То есть он сохранил познание о Господе, несмотря на то, что ему это запрещали, несмотря на то, что его пытались в этом уличить. Он сохранил это до конца своей жизни. И Господь не оставил его. Ни на одну минуту. Никогда. И интересный момент здесь описан в примечании, что чистота, доброжелательность повседневной жизни, именно это помогло ему выстоять тех испытаний, которые у него были. И я думаю, что для нас тут очень важный момент появляется в истории Даниила, что мы должны практиковать это каждый день. То есть, например, нам родители говорят быть добрым. Но если мы не будем добрым каждый день, то мы не станем добрым в один раз в 30 лет своей жизни когда-нибудь. То есть каждодневный труд, он очень важен. И стихи нам говорят, что Господь никогда не оставит тех, которые будут прилежно повиноваться Его закону. И вот это должно стать, наверное, для нас тем самым толчком, чтобы мы также в своей повседневной жизни сохраняли то, что Господь желает видеть в нас. Мы разобрали четвертый урок «Воспитание в Древнем Израиле». И на примере этого урока мы убедились, что Господь воспитывает разными способами. Но Господь всегда воспитывает. И кто знает, кем нам предстоит быть через 10 лет, что мы будем делать и какую миссию нам доверит Господь. Поэтому стоит быть очень внимательными к тому, чему хочет Господь нас научить, какое воспитание Он хочет нам привить. А также я хочу обратиться к детям. Дорогие детки, если вы смотрите вместе с папой и с мамой эту передачу, слушайтесь, пожалуйста, маму и папу. И, возможно, в будущем вы когда-то станете президентом страны, и вам пригодятся те знания, которые… и те принципы, и те способности, которые прививают вам родители. Через них работает Господь. А наш Господь, Он всемогущий, всесилен, Он может сделать президентом, если это будет по Его воле. Наталья, благодарю тебя, что ты помогла нам изучить этот урок и помогла нам разобрать этот урок. Слава Богу. Изучая эти уроки о воспитании, все больше задумываешься о том, как мало мы уделяем этому внимания и времени, как мало мы себя воспитываем в первую очередь, потому что воспитывать кого-то мы все мастера, но нам следует, конечно, себя в первую очередь воспитывать, обуздывать и стараться как-то расти, образовываться, обучаться. Обучаться небесной науке, обучаться красоте Божьего характера и правилам поведения христианина. Пусть Бог нам в этом поможет. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание, благодарю, что вы нашли время и желание и изучали этот урок вместе с нами. Говорю вам до новых встреч и с Господом. Субтитры сделал DimaTorzok